МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это время новостей на МТВ в студии Сергей Чеплыгин. Вначале коротко о самых интересных событиях этой среды. В тракторозаводском районе мои коллеги вместе с работниками ЖКХ высадят новые деревья. Встреча по изучению мнения по референдуму о возвращении городу имени Сталинград пройдет в Кировском районе. Журналисты МТВ расскажут, как перезимовали рыбки из пруда на центральной набережной. В молодежном театре пройдет пресс-показ спектакля «Вечно живые». В музее «Панораме» представят отреставрированное полотно диорамы. В музее Машкова откроется выставка «Русский натюрморт», а в ДК «Патриот» пройдет квест-игра по сказкам для подростков. Об этом и многом другом расскажем в течение дня. Обновление подвижного состава, реконструкция и строительство новых автомобильных дорог, организация парковок – дорожная тема стала главной на очередном заседании Совета общественной палаты Волгограда. Общественники вместе с представителями городской администрации обсудили планы развития транспортной сферы. Подробнее расскажет Любовь Макарова. Главная тема сегодняшней встречи – транспортная. Разговор выдался насыщенным. Собравшиеся отметили, что город уже сделал огромный шаг в обновлении улично-дорожной сети. Работа не прекращается и планов еще больше. Много объектов в областном центре возводят и восстанавливают в рамках национальных проектов. Один из них – безопасные и качественные дороги, в рамках которого в городе не только строятся новые современные магистрали, путепроводы, но и обновляется подвижной состав. Так, например, в этом году Волгоград получит 196 новых автобусов. Они будут направлены на обновление автопарка и создание новых маршрутов. Пополняется и обновляется сегодня троллейбусный парк города. В прошлом году у нас состоялся, ровно год назад, в марте месяца был подписан контракт на 56 автобусов белорусского производства. Они у нас в мае первая партия. И в сентябре оставшаяся час пришла. Значит, новый паршок 8А открылся. Географию электротранспорта расширили от Грамши. Восемка Гресс он у нас пошел и захватил рынок Бумака. В этом году в Волгоград поступит еще 54 современных троллейбуса. А в рамках федеральной программы модернизации трамвайной сети Волгоград планирует закупить не менее 62 новых трамваев. Из них 12 трехсекционных. Участники встречи говорили и о реализации на территории Волгограда программы «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда». Программа «Стимул». И здесь Волгоград очень активно в ней участвует. В прошлом году мы три дороги построили. В этом году уже отторговались еще на три дороги. На финансирование идет нормально. Волгоград участвует очень активно. Разрабатывает проектно-смертную документацию. В 2023 году в Волгограде по госпрограмме «Стимул» обновят дорожное полотно на улице Грибаново. Построят два новых проезда в активно развивающихся жилых комплексах советского и дежинского районов. Общественники напомнили о проблеме с транспортной доступностью новых развивающихся микрорайонов Волгограда. Им пообещали, что значительное количество нового транспорта выделят на усиление этих направлений. Еще один острый вопрос на повестке – уборка города. Особенно актуальной, по мнению общественников, остается проблема намывной грязи на обочинах. С годами горы пыли вырастают настолько, что на некоторых участках возвышаются над уровнем автодорог. В мэрии отметили, что проблема действительно существует и сегодня над ее решением уже работают. Говорили на встрече и о борьбе со снежными барханами вдоль городских дорог. Чтобы быстрее избавиться от старых сугробов, муниципалитет планирует закупить две машины для плавки снега. Также в ходе заседания общественники поинтересовались темой запаркованности центра города. Их вниманию была представлена концепция проекта внедрения зон платных парковок, которая, по мнению разработчиков, поможет в решении проблемы. Специалисты метроэлектротранса приступили к работам по обновлению выезда из трамвайного депо по улице Ангарской. Новое асфальтобетонное покрытие уложат вровень с рельсами, заменят отдельные участки полотна. Когда завершат работы, узнал Илья Власенко. На протяжении нескольких десятков лет участок дорожного полотна на выезде из трамвайного депо по улице Ангарской эксплуатировался без капремонта. Состояние асфальтового покрытия и рельсов доставляло неудобства автолюбителям и водителям электротранспорта. Пришло время дать этому участку дороге в Держинском районе новую жизнь. С 25 марта работы ведутся круглосуточно. Бригады работают и в день, и в ночь. Первый этап мы сегодня закончили, а ко второму этапу приступаем завтра. Рельсы ложатся в свой уровень, выше не будут, так что проезд будет безопасен для автомобильного транспорта. На первом участке рабочие демонтировали старую рельсошпальную решетку и уложили новую. Заменили балластовый слой. Впереди работы на втором участке. Где сейчас стоит ограждение, он сейчас закатывается до определенного момента. Потом открывается движение и в вторую очередь все вот эти барьеры безопасности, они переставляются сюда, переставляются, перевешиваются освещения, знаки дорожные. И вторая часть 12,5 метров. Вы видите, она выпилена на асфальт, вот она будет здесь поменяться. Реконструкция переезда сделает движение через трамвайные пути более плавным, повысит безопасность перевозок в трамваях. В рамках содержания обновления инфраструктуры сотрудники метроэлектротранс планомерно приводят в порядок трамвайные пути и переезды. Рельс уже с предельным износом, уже как бы запредельным, уже свыше нормы ПТЕ. Здесь уже отсутствует головка рельса, шейка рельса, подошвы тоже нет. По такому рельсу небезопасно ездить. Поэтому было принято решение о замене данного участка пути. Движение автомобилей через переезд по улице Ангарской будет временно приостановлено до 23.00 2 апреля. Объехать участок можно будет по улицам Продольной, Фонтанной и Новорятской. Трамвайное сообщение будет работать без изменений. В 2022 году ремонтные работы провели на улице Кутузовской, в районе пересечения с улицей 51-й гвардейской дивизии на пересечении улиц Ордатовской и Буханцева. Выполнен ремонт рельса шпальной решетки на перекрестке улиц Рокоссовского и Ангарской, на пересечении Исторической и Шекснинской, на пересечении линии скоростного трамвая с дорогой рядом с домом номер 102 по проспекту Ленина, на пересечении проспекта Ленина и улицы Глазкова, а также пересечении первой Продольной магистрали и улицы 7-й гвардейской. Илья Власенко, Дмитрий Макаров. Время новостей. Учащихся профильного класса Росгвардии Волжской школы имени Виталия Дубины посвятили в кадеты. Торжественная церемония прошла в интерактивном Волгоградском музее России «Моя история». Удостоверение юных росгвардейцев школьникам вручил заместитель начальника управления Росгвардии по Волгоградской области Леонид Фомин. Юные росгвардейцы произнесли торжественную клятву и обязались быть честными, дисциплинированными и верными выбранному пути. После этого школьникам вручили удостоверение и значки юных росгвардейцев. Росгвардейцы – это не просто слово. Это честь, отвага и любовь к родине. И поэтому личный состав управления Росгвардии по Волгоградской области уверен в том, что вы станете примером для всех учащихся школы. Гордостью учителей и родителей. И будете с честью носить это высокое звание росгвардейцев. Помимо обычной учебы, учащиеся спецклассов будут заниматься строевой, огневой и физической подготовкой, изучением отечественной военной истории и традиций подразделений Росгвардии. Ребятам также предстоит заниматься творческой и волонтерской деятельностью. Отличное поведение должно быть у ребят. Это самое основное, на что делается упор в нашем классе. Поведение. Второе – это учеба. Где дисциплина, там будет учеба. Где будет и дисциплина, и учеба, значит, там получится настоящий будущий офицер. И на этом пока все. Не забывайте посещать наши официальные страницы в социальных сетях. С подробной лентой новостей можно познакомиться на информационном портале mtv.online. Полная коллекция видео есть на Рутубе, также есть мы и в Дзене. Подписывайтесь, чтобы не пропустить самое главное. А я желаю вам хорошего дня. Не переключайтесь. По прогнозу синоптиков, сегодня днем в Волгограде ожидаются кратковременные дожди. Порывы восточного ветра будут достигать 12 метров в секунду. Температура воздуха – плюс 14-16 градусов. Субтитры подогнал «Симон»